Родители воспитанников детского сада номер 77 Читы бьют тревогу. Дети проводят весь день в группах с разбитыми стеклами. Ходят по потрескавшемуся кафелю в ванной комнате, об осколке которого легко поранится. С момента постройки детского сада окна здесь не менялись. Как мы видим, рамы на сегодняшний день вообще не закрываются. Между ними щель. Крючки просто-напросто отсутствуют. Стекла заклеены скотчем. Реалии таковы. Более 80% дошкольных учреждений Читы были построены в период с 50-х по 80-х. С тех пор времени прошло много. Сделано мало. Родители не на шутку обеспокоены безопасностью своих детей в стенах детских садов. Ведь именно здесь ребятишки проводят большую часть дня. Однако ни условия, в которых они находятся, ни участки, на которых играют, не внушают доверия. У меня вопрос, насколько соответствует это крыльцо всем правилам, снипам, санитарным нормам и правилам. Обеспечивает ли оно безопасность наших детей? Я вот месяц вожу внука, я каждый раз благодарна, когда идет дождь. Я радуюсь, что группа не пойдет гулять. А что происходит здесь зимой? А ведь этот детский сад прошел ежегодную проверку на предмет готовности перед началом нового учебного года. Возникает справедливый вопрос. Кто и как проводил эту проверку? Ведь нарушения очевидны. Здесь были данные рекомендации по благоустройству территории, по организации непосредственно образовательной деятельности, которые выполнены были к новому учебному году. То есть числа конкретных специалистов по строительству, в частности, были здесь при обследовании территории? Были специалисты комитета образования, дошкольного учреждения, дошкольный отдел. Владимир Владимирович Иваулин здесь постоянно находится. И он знает прекрасно все проблемы этого дошкольного учреждения. Понятно. Проблемы знать, это ничего не значит их решать. Так, у меня вопрос относительно, раз вы специалист, вы строитель, да? Нет, я учитель. А вы учитель? Мне даже вопрос задавать не хочется. В прошлом Нина Насырова была муниципальным служащим. Поэтому ей есть с чем сравнивать условия, в которых оказался ее внук, и варианты решения, которые предлагают сотрудники комитета образования. И почему эти вопросы хорошо знаю? Потому что они прошли через душу и сердце. И когда нужно было ратовать за интересы муниципалитета, я не спрятала голову под крыло. Однако представители власти заверили, ситуация с дошкольными учреждениями находится на особом контроле. Александр Михайлович давал поручение просчитать потребность замены оконных проемов, ремонта кровель, дверных проемов, как межэтажных, так и входных, благоустройства территории. На сегодняшний момент данная работа выполнена. Сумма огромная требуется. На сегодняшний момент 15 миллионов дано. Решаются те проблемы, которые остро стоят. Это 59-й детский сад, это 23-й детский сад, это 38-й детский сад, это 13-й детский сад. Там, где наиболее остро стоят проблемы. Марина Секержицкая отметила, проблемы 77-го детского сада будут решаться в ближайшее время. Уже найдены средства на замену окон в двух группах. Остальные работы выполнят по мере возможности. Однако Нину Насырову полученные ответы не удовлетворили. Она намерена идти дальше. Вот сейчас нам отвечает исполняющая обязанности комитета по образованию. Вот планируется, вот будем делать. Но у нас, исходя из докладов той же Ванчика, все хорошо. У нас окна установлены, у нас с безопасностью нормально. На территориях у нас шик и блеск. Да, я задам губернатору этот вопрос. Наталья Протаковская, Николай Шумков, ЗАП-ТВ.